В этом году первый в России автоматизированный сортировочный центр отмечает 10-летний юбилей. Самое крупное в Восточной Европе предприятие по обработке почты располагается в Подмосковном Подольске. Здесь сотрудники сортируют до 3 миллионов почтовых обращений в сутки. О маршрутах почтовых отправлений узнавала наша съемочная группа. Почтовые отправления посылочной почты поступают из зоны приема, загружаются на транспортерную ленту и, соответственно, дальше происходит сортировка по адресной части. В этом центре сортируют почту для жителей столицы, а также Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской, Тверской и Тульской областей. В зоне обслуживания предприятий около 25 миллионов человек. Современные технологии обеспечивают оперативную доставку писем и посылок. А возможно, чтобы сегодня письмо дошло на деревню Дедушки. Может дойти, если это Дедушка, Дедушка Мороз. В случае, когда дети пишут письма Дедушке Морозу, соответственно, мы также их сортируем на этой машине. Но так как машина не может распознать данный адрес, отправляет изображение этого письма на участок видеокодирования, где девочки, которые кодируют письма, уже знают, что данное письмо необходимо направить в Великий Усть-Усть. И оно отсортируется и дойдет до Дедушки Мороза. Если индекс написан неаккуратно или отсутствует совсем, сотрудникам центра понадобится менее 10 секунд, чтобы восполнить пробел. Все индексы операторы знают наизусть. Это одно из главных условий, чтобы здесь работать. Соискатели даже сдают специальный экзамен. Южный Сахалин. 693. Волгоград. 400. Орск. Орск. Это Оренбургская. 462. Заказные письма доставляются в первую очередь. Оператор в среднем обрабатывает по 2000 таких писем. На помощь человеку приходят современные технологии. На ручье у меня находится ручной терминал, с помощью которого я определяю, куда у меня какое отправление пойдет. Вот, например, я сканирую письмо. У меня показывает, что оно должно идти в Самару. Соответственно, я его приписываю к Самаре. И уже оно попало в мешок. Потом у мешка заделывается. И в контейнер на Самару. То есть отправляется уже по назначению. И хотя интернет позволяет людям реже пользоваться обычной почтой, у автоматизированного сортировочного центра есть свои крупные клиенты. Например, налоговая инспекция и другие серьезные организации. Работа на объекте ведется круглосуточно. В планах на будущее – модернизация машины посылочного блока, а также использование дополнительной сортировочной машины для обработки посылок. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Елена Кирсанова и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.